Всем привет, ребята! Рад всех вас видеть. Может быть вы уже устали, хотите на перерыв, но ничего, мы сейчас по-быстрому послушаем разные байки о тестировании. Повеселимся, может быть, а может и нет. Итак, давайте я кратко еще раз расскажу о себе, кто я такой, как я сюда попал. Я кей-инженер, тестировщик, можно так сказать, с более чем 7 лет опыта. Работал в основном в аутсорсе, но сейчас работаю в учебном центре IT Labs. Занимаюсь его развитием, веду курсы, разрабатываю курсы, а также занимаюсь проектами любимыми для себя. Разрабатываю разные open source проекты, если кто из вас уже знает, это интересное слово. Разные библиотеки. И также потихоньку занимаюсь разработком аутсорс направления в IT Labs. То есть все же занимаюсь тестированием, автоматизацией. И сегодня я хочу вам рассказать о тестировании. Я так понимаю, большинство из вас студенты. И вам может быть интересно узнать, какая же разница между тестированием, программированием, чем особенно это тестирование, с чем его едят. И, в общем, может быть вы решите после этого доклада для себя, в какую же отрасль пойти. Итак, тестирование. Что же это такое? Это просто тестирование. На самом деле это слово, оно может быть и пришло к нам извне, но, наверное, уже давно, и все мы знаем, что значит тестировать. Правда? То есть есть какой-то продукт, неважно что, и нам хочется его протестировать. У всех у вас есть мобилки, вы скачали какое-то приложение, что вы начинаете делать? Просто халатить туда-сюда, бегать по нему. А еще как интересно, вот у кого андроид, знает там очень много разных приложений на одну тему. Да, вот хотите вы какой-то там редактор текстовых заметок. И там их целая куча. И вы начинаете себе все их ставить и проверять, какая же лучше, какую я себя ставлю. Да, что вы делаете? Тестируете. Да, то есть на самом деле все действительно так просто. Тестирование, это тестирование. Вот. А если покатать чуть-чуть глубже, именно в нашей сфере войти, что же это такое? Смотрите, это все еще тестирование, но которое не просто тестирует вот конечный продукт, то, с чем мы, может быть, знакомы в реальной жизни, но тестирует буквально все, все, что происходит в жизни разработки программного обеспечения. То есть начиная от вот то БА, это бизнес-анализ, это все, что касается разработки требований к продукту, его еще нет, только разрабатывают еще требования, а тестировщики уже слушают, уже узнают, разбираются, что не так, делают свои замечания. Дизайн, девелопмент, ко всему этому относится этот процесс. То есть тестировщик, он как аудитор, он как ревизор, который смотрит за всем, проверяет все и, конечно же, дает фидбэк о результатах. То есть это анализ и оценка качества любых процессов в разработке программного обеспечения и рекомендации по тому, как улучшить. Может, кто знает, еще в тестировании популярен такой термин, как quality assurance, обеспечение качества. То есть нужно не просто искать дефекты, искать какие-то ошибки в процессе, в работе программ, но еще давать какие-то рекомендации, улучшать этот процесс таким образом, чтобы в будущем этих дефектов было меньше. То есть тестировщики, они как такие, не знаю, мессии, пророки, они, в общем, направляют этот проект в светлое будущее качество. Вот. А это классическое определение, что такое тестирование из Википедии. Такого известного парня, как Сэм Каннер, классиков тестирования. Мы, конечно, переведем все это на русский язык. Вот. Просто для галочки, чтобы я вам не просто байки травил, а что-то более классическое рассказывал. Смотрите, тестирование – это процесс исследования продукта или сервиса в целью обеспечить кого? Всех, кто заинтересован информацией о его качестве. Все на самом деле очень просто. А также, включая процесс запуска программы и поиск вот этих вот ребят интересных багов. Вот. Если вы когда-нибудь, может, углубитесь, будете разбираться, почему это их багами называют эти дефекты. То есть там такая байка о том, что первый баг был какой-то жучок, который нашли в системном блоке компьютера после того, как он перестал работать. Вот. И так, давайте еще посмотрим вширь, что также включает в себя тестирование. Смотрите, тестирование – это в первую очередь вызов. Почему вызов? Мне даже больше нравится такое английское слово, как challenge. Вот. Для тестировщика жизнь, она может быть и сложна, но очень интересна. Почему? Потому что ему приходится работать в очень сжатые сроки обычно. Очень важно уметь определять приоритеты и разрабатывать у себя качество хорошего тайм-менеджмента. Он постоянно решает сложные и неординарные задачи. Вот. Почему так? Потому что вот этот мир, вот был прошлый доклад, парень рассказывал о том, что современный мир постоянно меняется. Еще говорят, что мы сейчас живем в agile мире, используем agile практики. И с тестированием тоже. Вот именно из-за того, что постоянно все меняется, заказчик захотел какие-то новые требования или захотел изменить старые, нужно как-то подстраиваться. И тоже обычно авралы постоянно, не успеваем, нужно как-то коррелировать процесс своей работы. И вот это и есть эта сложность, которую нужно решать. Каждый раз нужно умудряться и придумывать какие-то решения, которые раньше ты не делал. Начиная от планирования своей работы до исполнения ее и до репорта результата. Траблшутинг. Это такое интересное качество, когда вы умеете искать ошибки. Вот есть у вас что-то такое от Шерлока Холмса, может быть, начитались вы в детстве этих замечательных книжек, и вот вам нравится разбираться в разных секретах, копать глубже и узнавать, что же и почему произошло. Это исследование. Исследование как настоящее исследование ученых. То есть мир постоянно изменяется. Сегодня эта программа была одна, завтра программисты выкатили какую-то фичу и как бы мы спланировали, ожидаем что-то одно, но на самом деле там программисты могли поломать что-нибудь другое и для вас снова как бы вы смотрите на это приложение почти как на чистый лист. У вас там постоянно разные сюрпризы. И каждый раз тестирование приложения это исследование. Исследование вот этого нового мира, которые разработали вот эти демиурги программисты. И это большая ответственность. Не знаю, плохо это или хорошо, но так уж сложилось, что в первую очередь спрашивают у тестировщиков. Хотя программисты создают продукт и должны быть ответственными за качество, но спрашивают все равно у тестировщиков, а почему вы не нашли? Это же ваша работа, вы же QA-инженеры, вы же должны обеспечивать качество. На самом деле это отдельная тема, о которой стоит поговорить глубже. И я считаю, что целью каждого тестировщика должно быть положить вот эту обязанность, которая неправильно перешла сидеть за ними с нагайкой, чтобы они обеспечивали это качество. Совершенствование качества, то есть это имеет место обязательно. Планирование, то есть нужно быть хорошим планировщиком, не знаю, там, Кутузовым, который умеет хорошо планировать масштабные бои с этими изменяемыми состояниями этого мира, который разрабатывают программисты. Менеджмент. Нужно быть хорошим менеджером тоже. Почему? Потому что помните о том, что тестирование это не только тестирование продукта, но и всех разных этих шагов на пути к продукту, начиная от реквайрментов. И все это процессы, которые двигаются, утекают когда-то, и нужно уметь их менеджить, нужно уметь строить эти процессы, нужно иметь так организовать работу, чтобы продукт был качественным в конце концов. Возможно вы не есть формальным менеджером проекта, но в любом случае вы влияете, так как вы типа как ответственны за качество, вы постоянно даете разные рекомендации, как улучшить эти процессы, и как это сделать таким образом, чтобы программисты послушались. Это такие ребята обычно, они живут в своем мире, у них свои взгляды на жизнь, и они не любят вылезать из своей зоны комфорта. И вам нужно быть хорошим психологом, и понимать, как с ними взаимодействовать таким образом, чтобы все работали как одна замечательная сплоченная команда. Генерация идей. Это неординарная задача. То есть нужно постоянно генерировать идеи, новые, находить выходы из ситуаций. Ну и собственно подбирать разные тейсы, как говорят, разные случаи, чтобы проверить ваше приложение, это тоже новая задача, новая фича, нужно придумать, а как ее протестировать в этот раз. Ну и многосторонний опыт, то есть вы работаете со всем, не только с конечным продуктом, вы работаете и с требованиями к продукту, и с планированием, эстимацией задач оценкой, сколько они займут времени, и на разных стадиях вы задействованы. Мышление. Для всего этого нужно, конечно же, вот такое замечательное аналитическое структурное абстрактное мышление. Ну я думаю, большинство из вас студентов технических вузов, и у вас с этим проблем нет, поэтому мы по-быстрому пробежимся дальше. Кто же он тестер? Какой его портрет? вот выходя из этой же картинки замечательной, это мастер на все руки, поскольку он задействован на всех стадиях разработки продукта, он должен быть квалифицирован немножко во всем, вот это к тому же вопросу, что задавали, нужно ли быть узкоспециализированным или многоспециализированным, вот нужно быть хоть чуть-чуть, но быть обознанным во всем, и чем лучше вы знаете, чем более вы универсальны, тем лучше. Это исследователь, да, здесь мы посмотрим на замечательную картинку, вспомним замечательные передачи, побежим дальше, потому что я об этом уже рассказал, да, вот, взломщик, да, он ищет эти баги, ищет дефекты, у него почти как цель вот найти какие-то уязвимости в программе, чтобы сделать ее лучше, да, найти их до того, как программа увидит свет и принесет какие-то пользователям. Это программист процессов, тоже, я уже об этом упоминал. Задача тестировщика не просто искать дефекты в продукте, а и строить процессы в команде таким образом, помогать их строить, чтобы этих дефектов было меньше, да, есть очень много разных интересных практик, на которые сейчас, конечно, времени нет, но, поверьте, они есть, разные способы, как построить процессы таким образом, чтобы просто не было багов, да, не было этих жучков, им просто было неинтересно в этом продукте жить. Вот. Ну и это самый кардинал проекта. Долженский тестировщик не менеджер, но на самом деле, поскольку проект занимается тем, что разрабатывает качественный продукт, а тестировщик отвечает за это качество, он влияет на это качество непрямым образом, да, то есть тоже, исходя из того, что он должен все эти процессы сетапить, то он играет хороший тестировщик, хороший пост-лид, он играет роль такого вот серого кардинала на проекте. Вот. Текстиль вчера .ua, да, давайте теперь поговорим о том, это все были байки, можете забыть о них, давайте поговорим о том, пока что забыть, да, до последнего слайда, поговорим о том, что же мы имеем в Украине, да, вот в нашем мире, какие тестировщики у нас, по крайней мере, были вчера, да, вот только буквально, вот, мастер на все руки, да, действительно, занимаются разной черной работой, еще их, этих тестировщиков обзывают мануальщиками, они делают постоянную, какую-то рутинную, тяжелую работу, там, принеси, подай, типа, там, принеси мне новую версию продукта, что-то с ней сделай и подай мне ее в продакшн, чтобы все было хорошо, да, вот так, вот такой он, мастер на все руки, программист, да, чего бы там ни было, просто давайте побыстрее прокрутим этот слайд, ну, серый, да, будни обычно серые, такие они есть, неужели все так плохо, действительно, вот в этом мире, вот, вот давайте поговорим немножко о том, что мы имеем сегодня и какие у нас есть перспективы, да, и стоит ли вообще подаваться в эту степь, смотрите, давайте сначала поговорим о мифах, о тех, которые вы, может быть, уже слышали, быстрый старт, говорят, что тестирование это очень-очень быстрый старт, не нужно ничего учить, там буквально книжку прочитали и все, и у вас уже есть работа, а на самом деле что происходит в реальной жизни, не знаю, как-то у нас так в стране получилось, что почему-то все взорвались в эту IT-сферу, да, все сейчас хотят быть айтишниками, и по факту мы имеем то, что на одну открытую позицию какого-то там джуниор-тестировщика мы получаем сотни резюме, да, то есть я слышал истории от знакомых рекрутеров, когда там 400 резюме приходит на позицию. Ребята, о быстром старте можете забыть, это не так. Прошли те времена, когда можно было прочитать одну книжку, я сам так устроился на работу, то есть я сидел, смотрел аниме днями-ночами напролет, в общем, типа думал, что я учу программирование, а потом бац, кризис, нужно искать работу, ну я зашел на Википедию, почитал пару статей и устроился тестировщиком на работу, да, это действительно так было когда-то, сейчас уже не так, потому что очень высокая конкуренция, вот, простая профессия, да, ну здесь просто, да, действительно простая, вот, а на самом-то деле очень непростая, потому что требует вот этой обознанности и многосторонности вашего опыта и знаний, вот, и вот все эти критерии, о которых мы упоминали раньше, в чем их особенность, в том, что их не выучишь по книжке, да, вот весь этот тайм-менеджмент, логическое мышление, приоритизация, трабл-шутинг, генерация идей, неординарное мышление, все это не выучивается по книжкам, да, и особенно сейчас, когда кандидатов очень много, среди вот этих вот 400 начинают искать именно талантливых ребят, те, которые уже имеют в своем багаже жизни, тот опыт, который позволяет им быть вот такими замечательными суперменами, да, вот, какой же тестер послезавтра, вот, 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 я считаю, что в Украине на самом деле не все так плохо, именно вот этот вот типа как кризис, тот, что очень большой наплыв в эти сферу новых специалистов, он позволяет поставить очень хорошую планку качества, да, вот новых кандидатов, реально наши работодатели, они начинают более пристально смотреть на вот этих кандидатов, кандидатов выбирать более сильных инженеров, также очень большая конкуренция, да, Украина хочет развиваться как большая и сильная IT страна и постоянно ищет новых заказчиков, да, и чтобы как-то вырваться на фоне других, нужно предлагать выгодные условия, да, нужно, не знаю, обещать, что мы типа вам сделаем быстрее, чем другие аутсорс компании или другие команды разработки, или мы сделаем более качественно, все это повышает стандарты разработки и того, что было раньше, а что было раньше, вот на самом деле очень часто в компаниях мы встречаем такую особенность, что компания просто хочет заработать деньги, да, вот, например, хороший пример, автоматизация, да, такая замечательная сфера в тестировании, где типа нужно программирование еще знать, что делают обычно компании, нанимают целую кучу мануальных тестировщиков, чтобы получить побольше денег от заказчика, а потом говорят, а вы знаете, автоматизация это очень нужно, чтобы проект, продукт был ваш качественный, нам нужно еще нанять целую команду автоматизаторов, чтобы они писали эти автоматизированные тесты, чтобы тот мануальный рутинный труд мануальных тестировщиков, которые они делают там неделями, был автоматизирован, вот, и было проще жить, да, и вот они нанимают, заказчик верит, начинает платить больше денег, компания нанимает еще целую команду автоматизаторов, и они начинают писать автоматизированные тесты, вот, и еще что очень часто происходит, они начинают их писать, писать очень много, они становятся неподдерживаемыми, и вот эти автоматизаторы начинают тратить на автоматизацию времени больше, чем ручные тестировщики мануально бы протестировали эти тест-кейсы, и все счастливы, да, много людей, мы продали заказчику целых две команды, да, вместо одной, и, в общем, все замечательно и прекрасно, вот, а на самом деле вот сейчас, поскольку конкуренция высока, мы начинаем как-то смотреть на запад тоже, потому что на западе именно так, вот такие картинки на западе, вот, а у нас, у нас все хитрые, у нас любят побольше денег заработать, да, и не обязательно качественный продукт сделать, на самом деле, да, мы такие ребята хитрые, умные, мы делаем две вещи, и делаем и продукт качественным, потому что, ну, как вы знаете, Украина там в топ стран по успехам в аутсорсе, да, в разработке программного обеспечения, то есть мы делаем качественный продукт, но мы хитрые ребята и умудряемся еще и денежек заработать, вот так, но вот то, что конкуренция растет, все это приводит к тому, что вот эта планка качества, она начинает повышаться, да, она растет, и мне кажется, что в ближайшем будущем, вот в эти тестировщики будут действительно такие замечательные сильные продвинутые ребята, которые будут в общем серыми кардиналами, да, и программистами процессов. Development или тестирование, что же выбрать, да, не знаю, может быть кто-то поверил во все эти байки, которые я рассказывал, сейчас сразу рванет в тестировщики. Давайте все-таки вспомним о программировании и попробуем разобраться вот такой вот небольшой табличке, в чем же разница, да, смотрите. Development, тестирование, давайте сначала о программировании поговорим. Вот очень у многих есть такое заблуждение, что тестировщики они не программируют совсем никак. На самом деле, да, вот эти тестировщики, где они, вот эти, они не программируют, действительно, вот, а вот эти ребята, да, или где там этот был слайд, вот эти вот слева в углу нижнем, они программируют, да, и на самом деле вот эти вот мифбастерс, они тоже программируют, да, они автоматизируют свой процесс, они строят вот эти вот свои опыты, они сами в машину не садятся, когда им нужно какую-то машину или еще чего-то врезать в какую-то стену, они же туда они садятся сами, да? Они автоматизируют процесс. Они садят туда какого-то манекена, управляют машиной с помощью какого-то пульта, да? Они программируют на самом деле. Вот. И тестирование – это тоже программирование, только более высокого уровня, да? Какое это может быть программирование? Ну, о программировании процессов я вам уже рассказал, да? Как построить процессы таким образом, по какому плану, по какому алгоритму, чтобы все было замечательно, багов не было, и продукт двигался в свое светлое будущее. Это один тип программирования. Второй тип – это автоматизация, да? Вот вспоминаем это слово, quality assurance, обеспечение качества, да? Нужно не просто тестировать, нужно обеспечивать качество продукта, а для этого нужно делать свою работу эффективно. Нужно делать ее быстрее, чем вы можете ее делать обычно, не особо, ни над чем не задумываясь, да? Нужно вот всю эту рутину автоматизировать. Это же ведь прикольно, да? Чтобы не сидеть неделями эти тесты, не гонять, а чтобы они сами бегали и прикладывать свои усилия только в тех местах, где действительно автоматизировать будет сложно, да? Тестирование есть очень много разных сфер, таких как security, performance, да? Где вы тестируете безопасность вашего приложения, тестируете его под большими нагрузками. Все это отдельные сферы, в которые, кстати, тоже можно углубиться и стать узконаправленными, если вам так очень хочется. Вот. И там, то есть, очень, на самом деле, тестирование – это глубокая сфера и есть куда разогнаться, и везде, на самом деле, нужно программировать, да? Даже, допустим, если вам не очень нравится вот сидеть за компом, что-то там писать, программировать, хороший тестировщик, если он хитрый, вот, он может просто заставить других там написать какой-то тест-фреймворк, да, какую-то программу. И это тоже будет часть программирования. То есть он попросит просто программистов, ой, ребята, вы тут типа крутые такие, напишите-ка мне какой-то фреймворк, чтобы я потом только мог посадить этого манекена в машину, взять пульт и управлять им, да? То есть управлять пультом – это тоже в какой-то мере программирование, это тоже часть работы. И это так и делают. Я на одной, в одной компании, когда работал на проекте, я пришел туда вообще после программирования, работал какую-то часть своего опыта и чистым прогером на C++ писал там интересные вещи, вот, на заводе Arsenal. И такое было в жизни, вот. И меня брали как вот Software Developer in Test. А я пришел на проект и увидел, что на самом деле для эффективности мне незачем писать вот эти вот тест-фреймворки. Тест-фреймворки – это программы, которые тестируют другие программы, да, вот такие умные роботы. Вот. И я понял, что на самом деле смысла нет. Вот есть ребята-программисты, мега-синьеры, которые заколбасят этот фреймворк намного быстрее, чем я, и их больше, и они слаженно все это сделают, а я только им сделаю дизайн, скажу, что я хочу получить, вот какой у меня должен быть пульт, какие должны быть рычажки управления. В общем, они все это сделали быстро, и далее автоматизация свелась для меня всего-навсего там вот рычажки нажимать, написать какие-то скриптики простые, законфигурируясь этого этого робота, чтобы он тестировал это приложение, да. Вот. А потом я ушел с проекта, на свое место взял интерна, вот девушку, которая до этого не работала, тестировщиком, и она занималась такой автоматизацией дальше, да. То есть на самом деле не нужно бояться вот этого вот кита автоматизации, думать, что это очень сложно, непонятно. На самом деле нужно просто понимать, зачем она нужна, и каким, и уметь, вот все-таки уметь программировать на высоком уровне, да, вот иметь этот, не знаю, талант, или может быть опыт, когда вы знаете, вот есть у вас куча мусора, да, в квартире, если вы знаете, как ее разложить по полочкам, да, еще таким образом, чтобы потом после вы очень быстро могли что-нибудь найти, то это уже умение программировать, да, и у этого умения достаточно, чтобы заниматься автоматизацией и, в общем, убивать этих манекенов в машине от стены, да. Что дальше? Профиль. Программирование, он более узконаправленный, да, то есть программисты, они все-таки работают только вот в своей обычно сфере, по крайней мере, они меньше залезают в требования, в тестирование, ну, в тестирование тестировщиков, да, они все равно должны писать юнитесты, вот эти свои автоматизированные тесты, но в них именно больше важно быть специалистом в какой-то конкретной сфере, да, мы знаем, что есть фронтенд-программисты, которые разрабатывают UI для веб-приложений, есть бэкэнд-программисты, да, можно найти, обычно на самом деле и бэкэнд-программисты знают, как написать фронтенд, и фронтенд знают, как написать бэкэнд, но они все-таки более специализированы в какой-то одной отрасли, да, а вот в тестировании нужно все-таки быть более универсальным, нужно уметь и требования писать, хотя для этого есть отдельная роль бизнес-аналитик, продактованарь еще ее называют, да, но все равно, так как нужно, по сути, быть аудитором и ревизором, всем вот этим ребятам, да, и даже менеджером на самом деле, то нужно быть очень универсальным, вот, склонность, склонность ближе к программированию все-таки к инжинирингу, да, есть такие, вот, обычно вы приходите на собеседование и у вас спрашивают, а кем вы хотите быть через 5 лет, да, есть ребята, которые отвечают, хочу быть менеджером и вообще руководителем вашей компании, да, командовать, расставлять всех на свои места, а есть такие ребята, которые говорят, вот мне нравится техническая сфера, я хочу стать крутым бэкэнд-программистом, хочу ездить по конференциям, хочу написать свою библиотеку, которую, какую-то там новую, какой-то свой фреймворк, после которого программы станет писать еще проще, намного-намного проще, да, вот есть такие ребята, и вот таким ребятам все-таки ближе к девелопменту или девелопменту в тестировании, есть такая еще профессия software developer in test, это по сути программист, но который пишет вот этих роботов, которые тестируют другие программы, да, они могут быть заточены на performance тестирование, будут тестировать ваше приложение под большими нагрузками, они могут быть заточены на security testing и на другие разные вещи, но это тоже такие технари, которые обычно работают в какой-то одной сфере, вот, но все же большинство тестировщиков, вот они ближе к менеджменту, да, они все-таки управляют вот этим вот качеством, менеджат работу, для этого нужно немножко отойти в сторону и рассказать о том, что такое менеджмент в IT-сфере. Смотрите, вот это раньше были эти руководители с нагайкой, которые стояли там и указывали, что кому делать, сейчас все немножко не так, вот мы живем в этом agile мире, изменяемом постоянно, и здесь все-таки действительно важно вот эта вот универсальность инженеров. В agile команде нет даже классическом виде, не называют, вот ты тестировщик, ты программист, ты менеджер, нет такого, есть просто инженеры, которые составляют эту самоорганизованную команду, которая сама организовывает себя, сама себя менеджит. Обычно у такой команды есть лид, не менеджер там, есть отдельно менеджер, но он вообще только социальные функции определяет, он уже не инжиниринг менеджер обычно, а просто социальный менеджер, который делает так, чтобы команде было удобно работать. А вот этот вот лид, который раньше был таким руководителем, который указывал, кому что делать, на самом деле сейчас становится просто модератором, да, он просто модерирует работу, смотрит, чтобы все шло по процессам, и когда мы выбиваемся из процесса, он модерирует, пробует направить команду в нужное русло, он должен быть хорошим психологом, хорошим социологом, он должен чувствовать, где какие-то конфликты могут зарождаться в команде, и управлять вот всем этим делом, так интересно, как серый кардинал на самом деле, чтобы команда работала эффективно, да, то есть это уже совсем другой менеджмент, не тот, который мы там привыкли при совке, и еще там, когда динозавры бегали на планете, да, вот вот именно поэтому, видите, я в скобочке этот менеджмент взял, в кавычки, извините, вот, вот, если вам все-таки ближе вот эта сфера управления вот этим вот океаном разработки, тогда может быть вам действительно лучше идти в тестировщики сразу, а не в программисты, вот, время на обучение, вот поскольку для программистов нужно быть довольно углубленным узко в какую-то определенную сферу, то действительно, чтобы стать хорошим программистом, нужно намного больше времени, чем стать тестировщиком, обычно, да, сейчас мы еще вернемся, почему на тестирование нужно будет меньше времени, но да, чтобы стать программистом, нужно там полгода тренироваться, писать программы, еще вспоминаем, что конкуренция высока, раньше брали на работу просто ребят, которые выучили язык программирования, даже в институте там просто учились на пятерки, лабораторки делали прекрасно, и все, они могут уже пройти собеседование, сейчас все не так, сейчас уже требуют какого-то опыта, даже если у вас нет коммерческого опыта, но опыта построения реальных приложений, просят какие-то линки на гитхаб, гитхаб это такой склад в интернете, программ вот этих опенсорсных и не только, да, которые можно смотреть, смотреть программы других ребят, учиться на них, писать свои, делиться с другими, да, вот обычно требуют какие-то примеры, уже требует какое-то портфолио, хотя вы еще в коммерческой разработке не работали, но от вас это уже требует, если у вас еще его нет, то вам задают очень сложную задачу, чтобы вы ее сделали и по сути сделали это свое портфолио перед тем, как брать вас в компанию, вот, и все это занимает достаточно большое время. О тестировании. В общем, на самом деле, чтобы стать хорошим тестировщиком, вообще с нуля нужно именно столько же времени, даже больше на самом деле, потому что, как я уже говорил раньше, все вот эти вот особенности тестировщика, их по книжкам не выучишь. Но хорошо, что, что очень часто у нас просто есть уже эти особенности, да, вот мы уже такие с неординарным мышлением, с хорошей фантазией, умеем генерить идеи, умеем организовать себя, у нас умеем расставлять приоритеты, менеджить свой процесс, у нас хорошее логическое аналитическое структурное мышление, да, вот, то есть у нас уже есть вот этот вот талант, который как каким-то образом мы наработали, и поэтому у нас все-таки на самом деле очень хороший есть потенциал, чтобы получить работу быстрее, да, вам все равно придется прочитать пару книжек, вот, вам придется, может быть, посидеть на каких-то open source проектах, их потестировать, типа набить себе портфолио. Для этого есть определенные ресурсы, есть определенные сайты, где можно бесплатно тестировать кому-то какие-то приложения. Нужно также будет выучить несколько технологий, разных там SQL, программирование желательно все равно выучить. То есть сейчас даже если берут вот этих ручных тестировщиков, которые не пишут код на работу, все равно смотрят на то, знают ли они программирование. Почему? Потому что все сейчас за то, чтобы делать работу эффективно, да, все за то, чтобы внедрять автоматизацию в свой процесс, чтобы самим в машине в стену не врезаться, да, садить манекенов и управлять с пульта всем этим делом. И всегда рассматривают наперед, да, в перспективе. Если там стопка лежит 400 резюме и там в десятке резюме написано, что человек знает программирование, все, эта пачка сразу идет вверх и в первую очередь будут спрашивать этих ребят. И будут спрашивать их даже программирование. То есть я вот, я же учу студентов в этом учебном центре и мне часто рассказывают истории, вот, ты знаешь, меня брали на мануального тестировщика и спрашивали программирование. Как хорошо, что я что-то там где-то знала, подучила. Вот, это действительно так. И кроме программирования еще есть несколько там интересных таких слов. SQL, кто знает, кто не знает. Это разные реляционные базы данных. XML, HTML, JavaScript. В общем, нужно быть действительно многосторонним и универсальным и все-таки придется выучить эти технологии. Хотя вы не будете как бы программистом, вам, может быть, не нужно учить очень глубоко их, на каком-то базовом уровне все равно нужно знать. Просто потому, что есть очень много ребят вот среди этих четырех ста, которые это знают и вам нужно как-то их обойти, чтобы получить работу. Ну и, конечно, в работе это все тоже надо. Все это, вы намного лучше сможете тестировать продукт, если вы будете знать, как он потенциально устроен внутри. Да, есть в тестировании несколько таких сфер, как говорят, есть black box testing, gray box testing и white box testing. Вот разница в том, что вы или ничего не знаете, black box, тестирование черного ящика о продукте, gray box что-нибудь знаете, white box все знаете. И зачем существуют вот эти вот gray box и white box? Хотя как бы с одной стороны нужно быть как можно более независимым, не знать, что там написали программисты, чтобы как бы программисты, они же знают все, но и поэтому и делают ошибки, потому что очень уверены в себе. Если мы не знаем ничего о продукте, это позволяет нам как бы новым взглядом посмотреть на этот продукт и увидеть то, что другие ребята не видели. Вот. Мы это, конечно же, делаем, но нам нужно знать все равно строение, чтобы делать свою работу более эффективно. Да, то есть это искусство совмещать эти техники, быть как бы независимым таким ревизором этого продукта и одновременно знать, как он может быть устроен внутри, чтобы в каких-то местах более усилий приложить, чтобы протестировать какой-то аспект, а в каких-то местах меньше. И таким образом в целом мы затратим намного меньше времени. Да, и вот в любом случае приходится учить все эти технологии, которые используют программисты, чтобы лучше понимать и делать свою работу более эффективно. Да, вот. Ну, ребята, на самом деле я так бежал, бежал, бежал и добежал раньше чуть-чуть, чем нужно, зато теперь у нас будет очень много времени на вопросы. Да. Какие перспективы развития в этой профессии? То есть, ну, невозможно же все время быть тестировщиком, то есть на одном каком-то базовом уровне. Ну, вот этот слайд уже говорит, что это все совсем не базовый уровень, да. То есть можно расти вот в эту сферу и углубляться в разные вещи. Да, можно стать просто универсальным обычным тестировщиком, можно стать программистом процессов. Это обычно исполняют роль такие ребята, как QA-менеджеры, QA-лиды. То есть они занимаются тем, что строят процессы в команде. То есть может быть только стоит. QA-менеджер, он уже реальную работу тестировщика не работает. Он управляет несколькими проектами и помогает построить там процессы таким образом, чтобы этот продукт добивался успехом, двигался к успеху. То есть они в какой-то мере даже выше этих лидов на этих проектах. Они, в общем, действительно программируют на очень высоком уровне, на уровне процессов. Вот. Миф бастерс. Да, можно затачивать себя на какие-то аспекты и просто, вот если вам, допустим, нравится быть каким-то хакером, вы можете стать очень крутым security-тестировщиком и тестировать security. То есть вам просто нравится, вам не хочется куда-то в другие места двигаться. Вот, пожалуйста. Тоже и с лоа-тестингом, с перформансом. Вам нравится работать с большими данными, с нагрузкой. Это все очень глубокая степь. Если вам ближе инжиниринг, а не менеджмент, то вам сюда. Вот. Ну серый кардинал – это все туда же, опрограммирование процессов. Потом. Да, и все это, вот вы становитесь менеджерами, потом вы можете стать вообще консультантом, консультировать уже не только проекты, а целые компании. То есть все это очень интересно и можно двигаться довольно высоко. Возвращаемся к этой… Спасибо. Я еще хотела узнать, на что первым делом обращают работодатели в резюме. Вот если ты подаешь резюме на тестировщика, вот они что-то видят и думают, вот, вот, он нам нужен. Ну я обращаю на программирование обычно. Если я вижу, что человек программировал, я обычно знаю, что я с него, даже вдруг что, я слеплю с него хорошего тестировщика. Да, конечно, нужно будет проверить его софт-скиллы на собеседовании. Это то, чего в резюме не увидишь совсем. Но если он знает программирование, он умеет программировать процессы. Для меня на самом деле важно не то, в первую очередь, чтобы он там автотесты писал. Для меня важно, чтобы у него было это структурное мышление. Вот это умение строить работу, разбираться, строить модели приложения. Чтобы протестировать приложение, нужно построить его модель, чтобы учесть все возможные пути, по которым пользователь может ходить и ничего не пропустить. Это очень важно. И все это программирование. То есть в любом случае блок схемы тестировщикам нужно уметь писать и строить эти модели. Это называется model-based testing. Вот, ну да, извините. У нас есть время, да? У нас больше, чем 10 минут на вопросы. Я ко всем дойду. Давайте еще отвечу на этот вопрос. Не только программирование, да? На опыт. Это очень важно. Особенно сейчас, когда 400 резюме, если у вас написано, что вы тестировали там какой-то open source проект, вы можете даже не писать, что это open source проект. Напишите, что это просто я тестировал такой-то проект, на него там ссылка. А если вы еще и баги где-то завели, причем это действительно никаких проблем нет. Все эти open source проекты, они хостятся на GitHub, вот этот вот склад этих проектов. И там можно заводить баги. Вот я обучаю студентов, некоторые выпускаются и тренируются там, и они прям заводят баги. Все это ваш опыт. То есть если вы будете таким образом как-то это освещать в вашем резюме, это будет иметь очень большое значение. Сейчас реальный опыт имеет очень большое значение. То есть я могу предположить, что в первую очередь в первую очередь обращают внимание на адекватность этого резюме. Если вы там, допустим, хотите стать тестировщиком и пишите там, что у вас опыт работы там дворником каких-то там 3 года, то с вас посмеются и не будут даже смотреть на это резюме. То есть я сейчас не буду углубляться в эту тему. Есть очень много этих канонов, как правильно строить резюме. Вы можете найти в интернете. Но это очень важно. Еще примите во внимание то, что в первую очередь обращают на резюме внимание это рекрутеры. Это я посмотрю на всю эту лабуду, увижу там, о, программирование, опыт, приглашаем. Рекрутеры смотрят не так. Они смотрят просто на вид. Красиво ли оно сложено, структурно ли, правильно ли там информация, правильно ли сделаны акценты. Но это на самом деле не сложно. Даже можете просто на LinkedIn какой-то зарегистрироваться и просто по профилю там это резюме составить. Но я вам еще открою секрет. Рекрутеры некоторые не любят вот эти шаблонные резюме. Им нравится, когда ребята сами типа составили правильно резюме. Поэтому вы заполните профиль на LinkedIn и потом перенесите все в какой-то там документ, да, чтобы это выглядело не как экспорт из LinkedIn, а как будто бы вы сами его построили. Вот. То есть сначала вам нужно пройти рекрутера, а потом уже текст, скиллы и опыт. Это самое главное. Я тут. Можно вопрос? Буду признателен, если будешь следить за порядком, кто вопрос это спрашивает. Здравствуйте, Яков, меня Мария зовут. У меня вопрос вот по планированию. Я как новичок, да, то есть вот я завтра приду работать в IT-компанию и мне вот скажут, пиши тест-план. А вот есть ли какие-то фишечки, чтобы я вот как новичок, я пришла, я проекта толком не знаю и мне нужно как-то быстро оценить, вот как научиться это планировать. Вот такое exploratory testing. Вот это то, что тебе нужно. Вот загугли test planning in exploratory testing, in agile testing и почитай. Есть такие замечательные штуки, как mind map, есть такие штуки, как функциональные карты. Это все очень помогает именно вот в быстро изменяемом мире и в тот момент, когда нужно быстро построить какую-то полную картину, определить, что тестировать, в каком порядке, вот тебе туда, да. Там session-based exploratory testing, thread-based exploratory testing. То есть это просто на основе своего какого-то уже имеющегося небольшого опыта, да? То есть? Вот exploratory testing. Вот видишь, ты не знаешь, что такое exploratory testing. Вот займись. То есть когда люди только начинают учить вот все эти… Это стоп вопросов или… Еще пять минут, да. Пять минут. В общем, это глубокая тема, тоже формальная. Она появилась из-за того, что в современном agile мире тестировщики не успевают писать вот эти вот детальные тест-планы, тест-кейсы. Нужны были способы, как все это делать формально, но более легковесно, да? Вот exploratory testing, James Bach. Вообще все, кому интересно тестирование, запомните это имя, James Bach. Это такой гуру в тестировании, который именно гуру agile тестирования. Вот тестирование в этом современном мире. Обязательно почитайте. Есть для этого техники, майндмапы, функциональные карты. Просто запомни и вперед. Да. Спасибо. Да. Я там такой вопрос. У нас просто в Украине стерлась разница между QA и тестировщиком. Это везде так стерлась. Везде стерлась? Да, везде стерлась. Просто такой вопрос. Потому что agile. Это раньше были отдельно ребята, которые программировали процессы, QA-щики и тестировщики. И менеджеры были отдельно. Сейчас есть agile команды с инженерами. Поэтому стерлись границы и тестировщики отвечают за это тоже. Как часто ты вот именно занимался чистым дуальский шуром? То есть программировал процессы? Начинал с этого, как ни странно, на первой работе. Я был QA-менеджер ассистент. Я только этим занимался. То есть помогал делать эти аудиты, построение процессов, следить за этим. Потом. Ну и потом постоянно. Мне везло, не везло. Были проекты, где вообще была идеальная agile команда. И мы там занимались самоорганизацией и agile планированием. Два года этим занимался. То есть на каждом шагу просто занимался этим. Были плохие случаи, где мне пришли, сказали, вот пиши просто автотесты и все. Вот. Только писал автотесты, пробовал что-то изменить. Было сложно. Но на самом деле очень часто занимался. Если есть желание, то вы будете этим заниматься. Как команда разработчиков реагирует на твои изменения? Вот по-разному. Вот в одной, два года я работал, все было очень замечательно. В другой, не все воспринимали это нормально, но были. То есть я сначала так в лоб шел с упором. Вот. Было тяжело. Кто-то поддерживал, кто-то нет. Потом я стал немножко умнее и начинал больше давить на психологию и социологию. Искать пути, быть более гибким. То есть это тоже искусство. То есть как это делать таким образом, чтобы не ссориться с другими ребятами? Как это все внедрять медленно и как быть открытым? То есть даже если ты думаешь, что я знаю, как правильно построить процесс, на самом деле не факт, что этой команде это подойдет. То есть постоянно это все меняется. И с опытом приходит. Да? Здесь вопрос. Здравствуйте, Максим. У меня вопрос по поводу сертификации. Вот в современном мире это важно или это просто бумажки, которые не нужны, а важны только знания и навыки? Для меня это бумажки. Вот. И в Украине обычно это бумажки. То есть в Украине можете забить на это и совсем не смотреть. То есть это совсем не важно. Лучше у вас будет там 100 багов заведено на GitHub, чем эта сертификация. А никакие бумажки в Украине обычно не ценятся. В большинстве случаев. На Западе – да. Вот если вы хотите уехать куда-то на Запад работать, там это будет важно. Но тоже смотря где. Какому-то гуглу будет неважно. Если вы просто будете мега-тестировщик с мега-опытом, мега-скилами там, особенно если будете узконаправленным, какой там performance или security tester, ему будет все равно на сертификации. Но обычно среднестатистические компании за рубежом, насколько я знаю, для них это важно. Но что бы я тоже хотел вам сказать. Не ведитесь на моду, да. Вот сейчас очень модно быть айтишником, быть тестировщиком или программистом. И все, в общем, ломанулись в эту сферу. На самом деле вот это тоже важно. Поверьте, если вы не создадите Apple, вы создадите что-нибудь другое. Всегда лучше заниматься тем, что вам действительно нравится. Но если вы действительно чувствуете, что вот это тестирование – это ваше или программирование – это ваше, идите без проблем, идите только из-за этого, а не из-за того, что это принесет вам очень много денег или еще чего-то, да. Вот я действительно, поверьте, я так считаю, потому что я на этом зубы съел. Я на самом деле вот все время был тестировщиком, и мне в принципе нравилось, и все было замечательно, но я всегда мечтал именно программировать. И только потому, что бежал постоянно за деньгами или еще за чем-то, мне было так проще, я работал этим тестировщиком. Тоже, на самом деле мне это нравится. Но просто я по жизни тестировщик. То есть я очень часто как бы занимался тем, что было мне очень просто, а всегда хотелось заниматься тем, что было сложно. Для меня программирование – это более сложно. И вот только сейчас, 7 лет прошло, я наконец-то начал заниматься программированием. Да, и там действительно разрабатываю продукт, и это очень интересно. Но амбиции возросли, я стал там менеджером, лидом, мне хочется уже каких-то масштабов, а мне приходится как бы догонять поезд еще. Поэтому все это круто. Тестирование – это круто, программирование – это круто. Но может быть еще что-то круто, да? То есть найдите ту действительно стезю, которая принесет вам счастье. Это более важно, чем деньги и все остальное. Окей? Спасибо большое.